Фестиваль водных фонариков зародился всего три года назад в Петербурге. Несмотря на то, что праздник молодой, в этом году он объединил более 300 городов по всей России. В основу праздника легла легенда о любви мужчины к женщине. Она учит верить чудеса и в исполнении желаний. Это ритуал. Есть история о том, что девушка ждала своего суженого, а он не очень любил ее. В итоге она пускала лотосы по воде, и он увидел это, услышал то, что она нашептывает желание о том, что хочет быть с ним. И они навсегда были вместе. В течение часа на берегу набережной Камы вокалисты, скрипачи и ведущие активно вовлекали гостей праздника в игры и развлекали их зажигательными номерами. Для влюбленных, желающих признаться в своих чувствах, работала горячая линия смс-сообщений. Ведущая озвучивала признание прямо со сцены. Всеобщее внимание привлекла одна пара. Молодой человек сделал предложение руки и сердца своей избраннице прямо на глазах у всех собравшихся. Подобно рыцарю он склонился перед ней на одно колено. Первая часть фестиваля завершилась впечатляющим и в то же время шокирующим файер-шоу. Девушки жонглировали огненными шарами, а молодой человек пылал огнем, как дракон. Кульминацией мероприятия стал спуск на воду бумажных лодочек с горящими свечами. Водные фонарики были в виде куба и лотоса. На первых писали желания материального характера, на вторых – духовного. Блеск мерцающих огоньков на темной воде порадовал как детей, так и взрослых. В акции приняли участие тысячи нижнекамцев. Мы рады, что в нашем городе проводятся такие мероприятия. Это очень обгощает наш город, и люди знакомятся с многими здесь, и это очень приятно. Любое желание, когда о нем думаешь, оно исполняется в любом случае. Это же мечты, они в любом случае исполнятся, если в них верить. Мы сюда приехали издалека для того, чтобы задать желание. Специально приехали. Дожгли огонечек, пустили в каму, пусть плывет на счастье, на благополучие. Это очень здорово, и это очень важно для семьи. Классно, что можно сюда прийти вместе с ребенком и отдохнуть. Кира Николаева, Марина Чернышкова, телеканал «Нефтехим».